Господи Боже наш, слава Тебе, Абрижниковый! Хвала Тебе, наш Господь! Милости Твоя полна земля! Благослови нас, Господи! Аллах Акбар! Иисус Акбар! Слава Христу! Слава Тебе, Господи Боже наш! Аллилуйя! Прибуде с нами! Хвала Тебе! Так, считаем, 31-й Псалом. Псалом Давида. Громче! Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен, человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь стяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, Исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда различие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь, Господи, и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правы сердцем. Слава Тебе, Сыну, Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Господи. Возьми Евангелие, стань ближе. Ты смотри, у тебя половина не видна тебе. Поближе к микрофону. Евангелие от Матфея, 26 глава. Ближе сюда, чтобы видно было, целиком весь был. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались перед священники и книжники и старейшины народа во двор перед священника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Ефании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом, мира драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истину говорю вам, где не будет проповеданного Евангелия сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, Паш, все, да? Отложим. Евангелие от Луки, 10 глава. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойен награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйди на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они, сидя во вретище, и пепли покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Каперном, до неба вознесся, до ада не звергнешься. Слушащий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженные очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы услышите и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что? написано, как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же илевит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем. Если здесь же, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих думаешь, ты был ближний к попавшим разбойникам?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Помедленнее, медленнее». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, 11 глава. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему полночь и скажет ему, «Друг, дай мне займы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по отнеотступности его встав даст ему сколько просит. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, и ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий ему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете и даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого, просящим у него. «Однажды истинка» «Однажды и знал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые из них говорили, он изгоняет бесов силу Вильзевула, князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силу Вильзевула, изгоняя бесов. И если я силу Вильзевула, изгоняя бесов, то сыновья ваши чей силу изгоняет их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растачает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его с выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голову из народа, сказал ему, «Блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшее». А он сказал, «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для неимитян, так будет и сын человеческий для рода сего». Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов зеви послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Неимитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покарились от проповеди Иониной, и вот «Никто зажегшее свечу не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеют ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумные не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которым люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваших. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаясь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала, «Пошлю к ним пророков и апостолов, из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитое от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Так, подожди-ка маленько. Вы хотели что-то спросить? Нет? Я слушаю. Так, это мы считаем Евангелие. Это место тьмы и мрака, садом и гоморрой, куда мы пришли, что людям возвестить от спасения, которое Христос дает, что умер за наши грехи. Это место тьмы и заблуждений. Здесь половина людей раздетые, голые, творят блуд, открыто все делается. Это нигде больше не позволяется. И мы пришли сюда, православные люди, чтобы рассказать о любви Божией, чтобы Бог послал миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Всем возвестить путь спасения во Христе. Что Иисус умер за наши грехи и зовет к покаянию, что нужно жить по заповеди Божьей. Но если вопросов нету, мы будем считать дальше. Все. Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. Евангелие от Луки 12 глава Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить спераученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. теснилия. Теснилия, вы сказали в темноте, то услышатся во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Горе же вам, друзьям моим, говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами божьими, а кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами божьими, и всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на святого духа, тому не проститься. Намного реже нужно считать. Когда же приведут вас Синагоги, к начальствам и властям Не заботьтесь, как или что отвечать Или что говорить Ибо Святой Дух научит вас в тот час Что должно говорить Некто из народа сказал ему Учитель, скажи брату моему Чтобы он разделил со мною наследство Он же сказал человеку тому Кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им Смотрите, берегитесь любостяжания Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения И сказал им притчу У одного богатого человека был хороший урожай в поле И он рассуждал сам с собой Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих И сказал Вот что сделаю Сломаю житницы моей И построю большее И соберу туда весь хлеб мой И все добро мое И скажу душе моей Душа Много добра лежит у тебя На многие годы Покойся Ешь Пей Веселитесь Но Бог сказал ему Безумный Всю ночь душу твою Возьмут у тебя Кому же достанется то Что ты заготовил Так бывает с тем Кто собирает сокровища для себя А не в Бога богатеет Так подожди маленько Тут юноша смотрит Вы хотели что-то спросить И сказал ученикам своих Посему говорю вам Не заботьтесь для души вашей Что вам есть Не для тела Во что одеться Душа больше пищи И тела одежды Посмотрите на воронов Они не сеют Не жнут Нет у них ни хранилищ Ни житниц И Бог питает их Сколько же вы лучше птиц Да и кто из вас Заботясь Может прибавить себе Роста Хотя на один локоть Итак Если и малейшего Сделать не можете Что заботитесь О прочем Посмотрите на лилии Как они растут Не трудятся Не придут Но говорю вам Что и Соломон Во всей славе своей Не одевался так Как всякая из них Если же траву на поле Которая сегодня есть А завтра будет брошена в печь Бог так одевает Только коль паче вас Маловеры Итак Не ищите что вам есть Или что пить И не беспокойтесь Потому что всего этого Ищут люди Мира сего Ваш же отец знает Что вы имеете нужду в том На ипатии ищите Царствие Божие И это все приложится вам Не бойся малое стадо Ибо отец ваш Благоволил Дать вам царство Продавайте имение ваше И давайте милостыню Приготовляйте себе Вместилище Невершающее Сокровище Нескудивающее На небесах Куда вор не приближается И где моль не съедает Ибо где сокровище ваше Там и сердце ваше будет Да будут чресла ваши Припоясаны И светильники горящие И вы будьте подобны людям Ожидающим возвращения Господина своего С брака Дабы Когда придет И постучит Точис отворить ему Блаженны рыбы Те Которых господин Придя найдет Бодрствующими Истинно говорю вам Он припоясется И посает их И подходя Станет служить им Если придет Во вторую стражу И в третью стражу Придет И найдет их Так То блаженны Рабы те Вы знаете Что если бы Ведал хозяин дома В который час Придет вор То бодрствовал бы И не допустил бы Подкопать дом свой Будьте же И вы готовы Ибо в который час Не думайте Приедет Сын человеческий Тогда сказал ему Петр Господи К нам ли Причу сию Говоришь Или ко всем Господь же сказал Кто верный И благоразумный Домоправитель Которого господин Поставил Над слугами своими Раздавать им В свое время Меру хлеба Блажен раб Тот Которого господин Его придя Найдет поступающим Так Истинно говорю вам Что над всем Имением своим Поставят его Если же раб Тот скажет Сердце своем Не скоро Придет господин мой И начнет Бить слуг И служанок Есть И пить И напиваться То придет Господин Рабатывал В день В который он Не ожидает И в час В который не думает И рассечет его И подвергнет его Одной участи С неверными Раб же тот Который знал Волю господина Своего И не был готов И не делал По воле его Бит будет много А который не знал И сделал достойное Наказание Бит будет меньше И от всякого Кому дано много Много и потребуется И кому много Вверено С того больше Взыщет Огонь Пришел я Не извести На землю И как Желал бы Чтобы она Уже Возгорелся Крещением Должен я Креститься И как Я томлюсь Пока сие Совершится Думаете ли вы Что я пришел Дать мир Земле Нет Говорю вам Но разделение Ибо отныне Пятеро в одном доме Станут разделяться Трое против двух И двое против трех Отец будет против сына И сын против отца Мать против дочери И дочь против матери Свекровь против невестки своей И невестка против свекрови своей Сказал же и народу Когда вы видите облако Поднимающееся с запада Точно говорите Дождь будет И бывает так И когда дует южный ветер Говорите Зной будет И бывает Лицемеры Лицо земли и небо Распознать умеете Как же времени сегодня узнаете Зачем же вы И по самим себе Не судите Чему быть должно Когда ты идешь С соперником своим К начальству То на дороге Постарайся Освободиться от него Чтобы он не привел Тебя к судье А судья не отдал Тебя истязателю А истязатель Не вверг тебя в темницу Сказывай его тебе Не выйдешь оттуда Пока не отдашь И последние полушки Так Подожди На минутку Открою Он непрерывно Говорит Видишь Я же вижу Губы шевелятся У него Вы хотите Что-то сказать? Сказать У меня уже голос Садится Иначе Спаси меня Боже Ибо воды Дошли до души моей Я погряз В глубоком болоте И не на чем стать Вошел в глубину В вод И быстрое течение Их увлекает меня Я изнемог От вопля Засохла гортань моя Истомились глаза мои От ожидания Бога моего Ненавидящих меня Без вины больше Нежели волос На голове моей Враги мои Преследующие меня Несправедливо Усилились Чего я не отнимал То должен отдать Боже Ты знаешь Безумие мое И грехи мои Не сокрыты от тебя Да не постыдятся Во мне Все надеющиеся на тебя Господи Божий сил Да не посрамятся Во мне Ищущие тебя Божий Израилев Ибо ради тебя Несу я поношение И бесчестьем Покрывает лицо мое Чужим стал я Для братьев моих И посторонним Для сынов Матери моей Ибо ревность По доме твоем Снидает меня И злословие Злословящих тебя Падает на меня И плачу Постясь душой Моей И это ставит В поношение мне И возлагая на себя Вместо одежды Вретище И делаюсь для них Притчою А мне толкуют Сидящие в ворот И поют В песнях Пьющие вино А я с молитвой Моей К тебе Господи Во время Благоугодной Божией По великой Благости Твоей Услышь меня В истине Спасения Твоего Я сейчас Останавливаюсь Вы хотели Что-то спросить Да Извините Я так понимаю Вы по вере Ну Евреи Или кто Православный Я не понял Просто по молитве Мы православные Да Зачем вы это Все на камеру Делаете Да Она спрашивает Зачем Это все на камеру Делаем Как зачем Для других Мы же считаем Евангелие Считаем Тут же мало Кто Этим Заинтересован Вот Мы сюда и пришли Что почти никто Не заинтересован Это Содом и Гамор Половина Мужчина Раздетые Женщины Совокупляются Открыто Голые Показывают Органы Половые Это безумное место Тьма И мы сюда пришли Чтобы людям Возвестить О любви Божией Что Христос Умер за грехи Людей Ждет с покаянием Нездоровые Имеют нужду Во врачи А больные Даже не знаю Что на это сказать У вас дома Есть Библия Нету А у вас Где живете Храм Божий Православный Есть Конечно Очень много А вы ходите В храм Ну я ходила В церковную школу А потом Нет Мне не очень хорошо Становится Когда я в церковь Захожу А вы еще Бесноватые Разве Да Нет Это бесноватым Трудно Ладан Когда кодят Свинья Не может держать Она в обморок Падает Свиньи Коровы нормально Стоят А свиньи Падают Ну я не падаю Это точно Ну да как же так Сейчас пост начался Вы не знаете Разве Знаем Уже неделя прошла Считался канон Андрея Критского Через шесть недель Будет Пасха Христова Христос умер за нас И мы пришли сюда И говорим Господи Пошли добрых проповедников Знающих истину Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам Буддистам Чтобы все познали Любовь Божию Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий Верующий В него Не погиб Но имел Жизнь вечную А можно вопрос Да Пожалуйста А кто говорит Выйди сюда Вот Я говорю Да Говорите Пожалуйста А Ну А где вы сейчас Находитесь И что это за место Город Барнаул Алтайский край Ничего себе А вы сейчас как Ну В храме Это какое-то помещение Нет Это дома Дома Вы если хотите больше узнать Зайдите на наш ютуб Называется Во свете библии Ничего себе Даже ютуб канал Ютуб Во свете библии У нас 14 тысяч 400 роликов Ничего себе А если поставите Слово сайт Зайдете на наш сайт Равных ему Во всей мировой сети Нету Вы там увидите 41 книгу Которую мне Господь позволил Написать И как мы По библиотекам мира Проехали Подарили В 650 городов Начиная от Владивостока До Лиссабона Прибалтика И Скандинавия И везде мы дарили Полный комплект Мы строим с нуля Православную деревню Где человек Должен доказать Что он не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует И тогда первый разговор С ним ведем А как он должен Доказать Что как должен Как он должен Это доказать Ну как Очень просто Он должен доказать Это И мы должны Поверить ему Вот приезжает человек Мы его за язык Не тянем Но он правила знает Он говорит У меня есть деньги Люди Я могу построиться Я не пью Не курю Но матерюсь Почему Да потому что Если он не будет Скажет нет Мы его узнаем И будет отказано Это человек Не может сокрыться Как говорится Шило В мешке Не утаишь У нас нельзя Лгать А он стал Лжет Он уже Счужой А если А если он Допустим Пьет Но он хочет Очень попасть В вашу деревню И ну как Исправиться В деревне Деревень погублена В России Сейчас 21 тысяча Пускай выбирает Любое место Пустырь Строит как мы Мы взяли пустое место Получили статус Официально Сами все строим Дороги сами делаем Озера выправляем Рыбу запускаем Я начальник детского лагеря 45 лет Без помощи государства Тысячи детей подняли А как это вот у вас Происходит Вы Свой Ну из своего кармана Получаете Получается Да как еще же Со своего То есть Никакой помощи Финансовой Нету Ни рубля нету Столбы сами ставим Провода натягиваем А теперь уже Государство Начинает Само за электричеством Смотреть Школу открыли Храм построили Коров держат Свиней Птицу Выращивают Фермеры И вот за это Каждую неделю В город едет Машина Молочные Продукты продают От города Барнаула 150 километров Да Ну удачи вам в вашем деле Чтобы все у вас сложилось Вот на наш сайт Зайдите На наш ютуб Во свете библии Игнатий Лапкин Это фамилия моя Хорошо А если задумаете В скайп зайти Просто зарядите Игнатий Лапкин Вы меня найдете Побеседовать Вопросы будут Сейчас-то вы что могли узнать Короткая такая встреча Да Таких как-то вопросов Сейчас В голове нету А они будут Мы вам уже Мы уже Сказали Вот человек один Спортивный Два метра ростом И он разбежался С берега Прыгнул И ударился Там бревно Видно проплывало У него 7 позвонков Разлетелись И он 17 лет Лежал парализованный И пришел к Богу И вот Недавно Только он умер И он был здесь В чатру летки И два ролика сделал Два ролика Но я посмотрел И думаю Да я сюда зайду Помолился Господи благослови Мы 50 дней уже здесь И уже составили Больше 200 роликов От беседы Выкладываете То есть Обязательно Все выкладывается Мусульманами С мусульманами беседуем Как Люди учатся здесь Мы считаем Евангелие Псалтырь Нам есть что людям Сказать И есть что показать У нас лозунг В детском лагере Россия должна встать Россия это мы Как вы относитесь К сейчасшнему К сейчас состоянию Нашего государства А мы никак не относимся Мы благодарим Бога За все Написано Молитесь за старей Начальствующих Вот мы молимся И говорим Господи Дай страх Божий Правителям мира И сохрани их От покушения на них И благослови Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Петра Порошенко Александра Лукашенко Эрдогена Турция Амана Кемерова Мы о всех молимся Господь повелел Нам молиться А вот как сейчас Церковь относится К тому что Она не имеет Как вот на Руси В древней То есть отношения Государству Раньше же Церковь была Как бы Главной Государстве Она и сейчас Такая же Путин молится Путин молится Вместе с Патриархом Куда еще дальше то Стоит Вопросы Как с вами Вот Политического характера Он же не решает Решает Очень много решает Уже давно бы Гей парадами Задавили все Кабы не церковь Уже давно бы Прощепировали всех людей Кабы не церковь Церковь православная Это светильник На вершине горы То есть Церковь до сих пор Как бы действует Еще бы Как же не действует Тысячи храмов Тысячи храмов Тысячи монастыря И не действует Как же не действует И в школах Занятия там В виде Православной культуры Преподают Просто сейчас Везде так говорят То что Как бы Церковь не имеет Никакой власти Вообще Ну такой власти Как раньше было Нету А какая власть Священники В воинских частях Находятся Всюду везде Как так Не имеют власти Глава государства Молится Православной церкви Прикладывается К иконам Владимир Владимирович А как вы относитесь К тому Что сейчас происходит На Украине А в чем именно Ну что там происходило Вот там Бандеровцы Вот Так вот Общие стратегии Да мы как можем Относиться Никак Мы молимся об этом Мы много ездили Вот мы прошли Мы многократно были там По сути Разбивают там Ну что сказать Крым никогда Украинским не был Они Это знают А в Донбассе Я всегда говорил Туда не надо лезть Это территория Украины У нас Своя точка зрения Есть Просто они сейчас Такого Такие противники Так сказать Церкви Ну Противники Церкви Сами виноваты Автокефалию Не дали Поэтому отсоединились А я все годы говорил Дайте им свободу Они не слушались А теперь пришли к этому Греки подобрали Все Финансовый поток Потекся туда За границу Мы были много В Украине Они нас спрашивали И мы отвечали Должны дать Автокефалию Свободу Они не послушали Хорошо Давай Спасибо вам Удачи вам в вашем деле Храни вас Господь Если вопросы будут Заходите по скайпу Игнатия Лапкин Хорошо Спасибо До свидания Слава Боже До свидания